Мария учится в педуниверситете на переводчиком. За барную стойку встала почти три года назад и работу ее очень увлекла. Закончила специальные курсы, обучилась мастерству бариста, официанта, бармена и поняла, это то, чем она хочет заниматься. Я надеюсь, что в принципе я тоже приложу свою руку для того, чтобы у нас появились рестораны с обслуживанием подобного уровня, когда гости приходят и они приходят не просто есть. Моя философия в том, что ресторан это не то место, куда приходят просто кушать. Ресторан это прежде всего место, где леди и джентльмены обслуживают леди и джентльмены. Именно эта девушка и продемонстрировала на международном чемпионате WorldSkills. Ее мастерство оценили по достоинству. Мария Сенцова получила медаль за высшее профессиональное мастерство в компетенции ресторанный сервис. И в ближайшее время она планирует стать экспертом этого международного конкурса, чтобы передать свой опыт другим. Задания были сложные, говорит девушка. И чтобы их выполнить, нужно быть не только мастером своего дела, но еще и очень творческим человеком. Ее слова подтверждают и другой обладатель медали за лучшие результаты в электромонтажных работах. Дается вот такой пустой стенд и задание на листочке с расположением оборудования. Надо это все оборудование развесить на стену. Сделать так, чтобы все загорелось, засветилось. Все лампочки. Ребята собирали систему «Умный дом». Говорят, конкуренция была серьезной. Около 40 человек со всех уголков мира. Нужно было не только собрать электроцепочку, но и запрограммировать систему. Наши студенты сделали это хорошо, но до победы не дотянули совсем немного. В тех условиях, что мы готовились, это замечательный результат. То есть, чтобы получить больше результат, нужно больше вкладываться. Нужно вкладываться и подготавливаться. Нужно готовиться именно на том оборудовании, с теми материалами. То есть, готовиться не один раз собрать схему. Ее нужно собирать многократно. Красноярским молодым специалистам было чему поучиться у соперников. Четко сработали швейцарцы, японцы. То есть, вообще, на всех площадках очень качественно, очень быстро работали представители Азии. То есть, они прямо так, знаете, очень быстро, очень качественно, очень ловко. Стоит отметить, что в этом году Россия выступила довольно неплохо. Если на прошлом чемпионате мира нашей стране удалось занять лишь 41 место, то в Бразилии мы показали уже 14-й результат. Наши ребята привезли 6 медалей, 2 из которых завоевали красноярцы. Следующий мировой этап конкурса WorldSkills пройдет в Казани. Алина Штоколова, Дмитрий Демченко. Новости.